всем привет сегодня как вы поняли по названию мы едем с вами и добывать алмазы это у нас барнео он же калимантан это один и тот же остров разделенный на три государства разных на остров кстати довольно большой я в принципе все что хотел сказать сказал там в течение всего видео но будет довольно длинная сейчас некоторые моменты хочу подчеркнуть первое видимо когда-то давно на этом то есть индонезия вся полностью она вулканического происхождения были какие-то большие вулканы которых были кимберлитовые трубки да и потом дождями ветрами все это размыло и ровным слоем рассыпала по громадной территории алмазы добывают там вот действительно на просто огромной территории то есть очень большая большой регион куда они вот разнеслись и рассыпались причем катал их и гонял ручьями речками и дождями не так долго или немного то есть они какое-то время прокатились потом геологические условия изменились они легли в почву и в этой почве так и лежат то есть они практически целенькие вот бывает прям совсем окатыши кругленькие да но это не наш случай там кристаллики просто великолепные так дальше замечание по поводу видео я там часто говорю треугольнички дело в том что смотрите картинки в алмазах и не только но в данном случае мы про алмазы говорим часто бывают такие в пуклы или выпуклые треугольнички очень симпатичные меня не нравится но вот на гемологическом сленге они называются тригоны почему я об этом упоминаю потому что обязательно идутся умники которые скажут ага вот он безграмотный нет я относительно грамотный но я стараюсь все максимально упрощать сам не люблю людей которые сыпят какими-то супер сложными терминами чтобы показаться умными ну то есть запутывают слушателей или собеседника и ты сидишь такой думаешь блин ну да действительно он что-то умное сказал но я ничего не понимаю далее обязательно кто сделает замечание по поводу моего английского и будет прав английский у меня остается на очень плохом уровне почему я его учу дотягиваю грамматику то есть я могу в принципе все сказать что хочу я все понимаю но я дотягиваю грамматику до какого-то нужного определенного уровня выезжаю куда-то в поля африка афганистан вьетнам неважно туда где люди со мной месяцами разговаривают на таком английском i give you yesterday already и моя грамматика сходит в нули практически за три дня то есть когда ты стараешься говорить правильно они ничего не понимают соответственно ты стараешься говорить на их языке вот и сам моментально потеряешь все навыки для того чтобы закрепить грамматику нужно конечно поехать пожить где-то где все вокруг говорят на хорошем грамотном английском далее в telegram выкладывал свою группу кстати подписывайтесь я каждый день там оставляю много постов всяких разных и про работы про хобби про путешествие про всякое выкладывал инфо и написал что смотрите ребята насколько легко добываются алмазы себестоимость добычи вообще нулевая практически ну не практически реально нулевая и конечно же естественно ни одно северное месторождение который находится где-то на севере это россия канада в частности да у нас не способны конкурировать по ценам вот с такими тропическими месторождениями месторождения на кальмантане жутко богатая то есть там тысячи камни добывают наверное в месяц и они хорошего качества эти камни то есть они крупные чистые а вот я написал об этом такую заметочку что вот ребята как бы российские алмазы конечно конкурировать по цене не могут они значительно дороже значительно потому что расходы на добычу огромные по сравнению с тем что вы видите сейчас и среди моих подписчиков появилось огромное количество специально прям десятки специалистов которые начали делать какие-то выкладки математические смотри прошлом году добыто столько-то значит килограмм или там карат это столько-то процентов от мировой добычи налогов заплачено вот настолько то и вообще переходи по сайту вот авроса там можно купить великолепные алмазы стали писать что российские алмазы самые лучшие в мире потому что у них есть некий голубой проблеск там такой вот это естественно все бред я удивился думаю как так я бывает провожу конкурсы и например показываю кристалл граната и спрашиваю как вы думаете что за кристалл пишут все что угодно рубин как бы ну как отличить кристалл корунда от кристалла граната я думаю все кто смотрел занудопедию хотя бы чуть-чуть знают но люди очень много ошибаются огромное количество ошибок а тут такие грамотные я взял нескольким десятков этих специалистов написал в личку типа привет откуда данные почему так разбираетесь и по сей день прошел уже несколько дней эти люди не прочитали мои сообщения на них соответственно не ответили это говорит о чем оказывается есть боты которые настроены на любое негативное упоминание о российских алмазов алмазах российских или авроса тут же тебя заваливают вот интересно под этим видео что будет происходить чинчок всем передает привет опять вот это ящерками чирикает я одних ловлю выкидываю из дома тут же появляются новые как они пролазят непонятно дом весь закрыт так вот далее для тех кто верит еще в сказки все алмазы в мире имеют совершенно одинаковый состав решетку кристаллическую все остальное то есть якутские от кальмантанских от юарских от канадских не отличается вообще никак очень редко можно установить месторождения по наличию каких-то включений которые вот эндемики то есть они встречаются только например юар и больше нигде но это бывает очень редко крайне редко отсюда конечно же если перемешивать все алмазы то ты никогда покупаю в магазине поймешь откуда конкретно твой соответственно месторождение понять невозможно соответственно я и вот не знаю дальнейшую судьбу то есть дал роса действительно продает за границу много алмазов много сырья и технических и мелких и покрупней куда они уходят я не понимаю потому что везде я не особо сильно интересуюсь алмазами бриллиантами но везде где смотрел приценивался к бриллиантам беседовал с продавцами в основном продают африку и немножко индонезию вот как бы чтобы мне показали прям много хороших или немного и нехороших и сказали смотри это у нас русские все я такого не видел если зайти на сайт роса и сравнить цены на их бриллианты с тем что я буду показывать сейчас ну понятно что разница просто громадная но по-другому и быть не могло потому что затраты на добычу просто огромные да так вот далее цель моей поездки какая была я хотел наладить но сначала посмотреть подержать своих руках на потом наладить покупку продажу цветных алмазов и бриллиантов именно цветных не желтых не коньячных речь идет про розовые и голубые зеленые оранжевые красные если вдруг повезет в данный момент остров калимантан является последним единственным более-менее стабильным месторождением цветных алмазов их находят в месяц примерно там 5-6 это много и это стабильно до этого бывающая австралия но месторождение в австралии давно закрыто я собственно навел там знакомство и не буду держать руку на пульсе как только найдут какой-то интересный цветной я туда полечу ну как бы мне тут недалеко совсем лететь заниматься как я там говорю дальше видео продавать одинаковые бесцветные кружочки и квадратики я не хочу поэтому заказы принимать на бриллианты и алмазы я не буду да это очень хорошие деньги сейчас вы там про математику дальше посмотрите но мне этим заниматься не интересно ну как-то вот однообразие то есть закопаться в этих белых кружочках и бесконечно их продавать но мне не интересно поэтому кому кто хочет заняться этим видом деятельности забирайте пожалуйста далее еще какой момент а стали писать что вот если ты их там купишь и повезешь в россию это же уголовка обязательно а при причем здесь россия почему обязательно в россии у нас крупнейшие хабы по продаже покупки драгоценных камней это банкок гонконг арабские эмираты и много других если делать все законно легально платить налоги они в индонезии микроскопические просто вообще вы не рискуете ничем совершенно поэтому не обязательно это все продавать в россию в россию да это наверное очень сложно все будет оформить и будет очень дорого стоить и хочу подчеркнуть еще раз опять же видео об этом говорил добродушие и не жадность местного населения то есть мы на чужой земле добывали нами никто не не интересовался совсем я имею ввиду мы с вами да вместе сейчас будем добывать и потом дедуля в конце уже пришел ну там по сюжету видите какой дедуля откуда пришел и он так издали посмотрел что я что-то нашел вроде как и что-то как-то и не никак не отреагировал то есть а потом просто ушел вот такого я не видел нигде а то есть там какая схема есть владелец земли он знает что на его земле огромные залежи алмазов и он говорит ребята местным жителям соседям своим по сути до год ребята кто вот хочет заработать копайте добывать если вы не дадите 10 процентов молодцы нет но тоже хорошо и получается что они добывают на чужой земле не покупая его а у кого-то если есть участки ну то есть смотрите вот у него один большой участок до рядом еще есть вот его соседи они значит на своей земле добывают пока не найдут как какой-нибудь алмаз размером 10-20 карат они его продают покупают коровку козочек и начинают жить обычной сельской жизнью как бы разводят выращивают рис там до разводит коровок курочек и больше копать не хотят вот для нас это просто шок вообще мы к такому непривычные совершенно большинство из нас там бы на месте просто рыли бы как экскаваторы круглые сутки вот так вот но ведь и у людей совершенно другие потребности и это хорошо в этом можно им позавидовать так ну в принципе все смотрим видео длинное я специально не стал ускорять там как обычно делаю быструю промотку да где работа почему потому что там очень была приятная атмосфера теплая водичка теплые дожди красивое небо и вот сама атмосфера приключения я поэтому оставил можете посмотреть за несколько приемов хорошего просмотра всем доброе утро ребята индонезия остров калимантан он же барнео городок марта пура марта пура это то место где был прошлый раз мы с вами были на водном рынке вместе городок вообще ничего из себя не представляет интересного хаотичная городская застройка частная вся полностью многоэтажек нету здесь практически здесь тысячи людей занимаются добычей алмазов собственно зачем мы сюда приехали вот про город нечего рассказать маленький музейчик не особо интересный и пожалуй все здесь есть водяные буйволы живут на болотах дикие и там же трекинг по джунглям но там сейчас из того что дожди идут а тут дождите припаси всегда идут там сейчас на этих болотах буйство пиявок сухопутных которые очень быстро ползают очень больно кусают я что-то не хочу мало времени несколько дней сейчас туда там где-то на три дня нужно ехать пяти шести семи часовые переходы по джунглям говорят очень красиво но три дня отбиваться пиявок я пока не готов у меня есть важные дела дальше мне нужно ехать поэтому сегодня едем копаем мы это отельчик мой сегодня едем копаем алмазы повезет не повезет не знаю да там непредсказуемо но говорят что здесь настолько богатые залежи что находят каждый день несколько штучек все кто проводит на добычу хотя бы несколько часов ну вот собственно сейчас поедем посмотрим как она выйдет вообще меня обычно везет поэтому думаю что чего-нибудь найдем мы запарковались тут естественно сразу бежала вся деревня деревенька симпатичная коровки вон пасутся интересно что очень много деревянных домов хотя тут сказали местные жители что после того как вырубили лес дожди сезон дождей стал всегда то есть раньше было несколько месяцев в году сейчас дождь круглый год вообще всегда о мотокросс у них есть куда-то поехали ребята скакать по горкам вот и местной влажности деревянный дом не катся недолго протянет я смотрю пропитывают чем-то типа дегтя но все равно это недолговечная вещь но их продолжает строить традиция вот это наш водитель-переводчик остальные просто местные жители о ловят рыбу много речек вообще здесь с водой проблем нет вода кругом удивляет конечно количество мечети здесь всегда чем ниже уровне образования дата тем больше мечети это я уже давно приметил мне только мечети я вообще церкви мечети храмов сказал переводчик что здесь на каждые 50 домов 50 есть мечеть и это все поддерживает государство правительство если местные жители собрали допустим миллион каких-нибудь денег в данном случае здесь рубри да у нас показали государство что вот мы хотим мечеть мы скинулись у нас есть миллион государство добавляет еще 90 процентов 90 процентов то есть если собрали например на мечеть сто тысяч долларов то государство добавит еще 900 тысяч долларов и всем будет счастья можно конечно строить там какие-нибудь больницы кружки вот здесь например у детям вообще делать нечего совершенно ничего нет фитнес-центры да там какие-нибудь как эти дома досуга для детей где много всяких будет каких-то занятий какое-нибудь моделирование спорт не зачем ничего нет зато есть много-много мечети на мечеть реально каждые несколько десятков метров здесь вот это я понимаю заживем надо еще больше мечети и поменьше школ так вот мы пришли у нас практически черте деревни есть место здесь прям идет добыча вон какие-то бабули сидят сейчас посмотрим что здесь к чему это здесь это новый, да? да, тут мы просто начали 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 также новое а это было здесь раньше а-хам это было здесь раньше а это новый а-хам а-хам я думаю они не работают но скоро они будут окей ну здесь получается все в ямках вокруг то здесь по сути деревня стоит на алмазоносных районах халау салам алейкум сейчас сбежит вся деревня у нас это 11 утра он говорит что они еще не начали работать сейчас они вон чайку попьют чайник они поставили вот и будут откачивать вот все насосом потом мы полезем промывать такие вот у него . значит породу будем сыпать сюда вот так вот и потом там он в той уже промывочная будет у нас сейчас приступим пока джентльменные не пришли еще на работу уже всего лишь вернее еще 11 утра мы пойдем еще еще одну другую посмотрим добычу тут котики и котенок симпатичный сидит оба блохастый он такой питанный чем пойдем сказали здесь еще есть одна добыча покрупней местный вот пьющий джентльмен ну видно по лицу что он улюбит он дурианчик продают пригласил нас осмотреть добычу побольше размером а вот друг останавливается тоже видимо выпивающий интересуется чем все происходит тут у нас сегодня сейчас сюда подойдем на место посмотрим что там у них возможно там уже джентльмены изволили прийти на работу вот кстати смотрите прям такой деревенский дом в понимании человека средней полосы россии да вот этот вот а и он даже это крыши с дранки у него сделано я такое давно не видел это планочки и кора от дерева выслали крышу сейчас такой в россию на сложно увидеть до настоящая дранка только если в этих компьютерных играх я видал так батик тут вся деревня на мазах я спрашиваю почему дома выглядит не богато совершенно он ведь что владельцы земли не они владельцы земли живут хорошо а эти люди просто нанимаются на работу мы владельцы люди которые владеют это земли они живут он сказал вот туда в ту сторону вот там вот еще в какую-то другую сторону общем у них дома отличаются ноги что местные жители работают но владельцы даже до занимаются добычей пока не найдут большой вот с мусором у них вообще все великолепно здесь к сожалению говорит что они работают на добычу упорно активно всей семьей пока не найдут хотя бы один десяти каратник или больше на этом работу заканчивают эту землю продают то есть как бы видите здесь капитализм пока не пришел вообще в азии очень часто люди понимают слова хватит ну то есть они решают что но все нам хватит этих денег здесь я думаю что очень 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 недорого стоит поэтому они после нахождения нужного количества денег по сути это что не деньги добывают да они землю продают типа сами копайтесь дальше нам уже не интересно через рисовые чеки вот прям рис у нас снова у нас примеры климатической халявы да ничего делать вообще не надо несколько урожая в год они собирают видите какие потерпеваю трудности в кавычках места красивые с погодой очень повезло погод прям моя любимая единственное что когда вот так вот важно дожди идут постоянно тут последнее время из-за вырубки лесов дожди постоянно идут здесь очень много сухопутных пиявок так называемых очень неприятная штука червячок который очень быстро ползает бьет кровь ранка потом не заживает подолгу но здесь вроде как нет по крайней мере я пока не вижу у себя на ногах их джунглях они есть точно а я сейчас в джунглях есть причем они прям быстро ползают мой переводчик он сказал что он водит иностранцев джунгли здесь есть у него трекинги по 7 по 10 часов по джунглям шарится я такое люблю но он сказал сейчас настолько много типа явок что они прям облепляют ноги и они прям я бы даже не сказал что не ползут они прям бегут по тебе то есть ты должен быть занят тем что будешь их отряхивать постоянно ты не можешь получать удовольствие от самого процесса есть бахивы специальные вот кстати еще рисовая полянка есть специальные бахивы но но ты по колено ноги прикрыл как бы да они ползут с большой скоростью но скорость быстрой гусеницы скажем так они ползут вверх на штаны дальше под футболку под штаны хотят напасть на самое ценное что тебе есть естественно это все неприятно ну то есть спокойно тоже не отдохнешь там поэтому не знаю наверное не поеду сейчас на трекинг можно сейчас интереснее варианты найти где походить с рюкзаком пошариться салам алейкум но тут тоже у них водоем да 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 это место нашли случайно много лет назад здесь копают каждый день один два человека вот так вручную каждый день находят минимум один иногда три строите насколько богатое месторождение да ну и сравните расходы вот какие здесь расходы на добычу теплая водичка и вот это вот снаряжение это все что нужно лопата еще нужно ну и при сравните с каким-нибудь якутскими месторождениями да где вечная мерзлота и нужна куча техники расходы громадные конечно российские алмазы конкурировать вот такую добычу не могут а здесь она намного более богатая чем там они тут не используют даже лопату ребята то есть добыча супер дешевая такой совок самодельный и корзинка и все сыпучая глина с галькой немножко песка сори вот из есть name рамбли мистер рамбли вот такое у нас красивое небо мистер рамбли добывает алмазы теплая водичка тут такая градусов по 30 температура воды ага мы сбросили крупные камешки сейчас он промоет глину алмазы они же тяжелые они всегда сразу практически уходят в центр центр и на дно поэтому он когда так смело отбрасывает края там алмазов не может быть на краю вообще а но он он да он набирает еще 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 когда много накопится будем уже смотреть но сейчас мистер рамбли поработает потом я естественно тоже надо минимум хотя бы штуки 3 найти сегодня следующий рейс how old is he 65 лет отлично выглядит чтоб мне так 65 лет бодрым таким быть все отдыхает перекур в индонезии кстати курят вообще все здесь прям такая пропаганда курения фильмы снимают про историю табачных местных компаний что вот местный табак самый уникальный вообще офигенный и как его здорово курить и в рекламах они курят вообще на на 1 самых курящих наций незадолго до нашего прихода но это маленький у нас цель конечно немножко другая но интересно но вот видите тоже люди везде добрых людей везде много вот он нашел сразу хочет подарить красивая местность тут вот прям дорог сразу деревни деревня вот тут вот то есть мы прям по практически на территории населенного пункта так настало время смотреть то есть я вот так ловко конечно не умею вертеть но буду как смогу буду стараться движение уже отработаны досмотр как так легко потом пытаюсь вот это вот так и крутить не получается вот так и вот так и Продолжение следует... 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 Так, как их крутить? Сейчас. У меня, конечно, не так мовко получается. Сейчас мы крупнячок весь. Сыпем. Да, правильно? Да. Ну? Да, 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 да. Ага, нам нужно глину сейчас убрать. Да, да, да. Да? Сейчас. Ага, окей. Пока не откидываем. Мне кажется, я чувствую уже руками алмаза. Я чувствую алмаза. Ты чувствуешь алмаз? Да. 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 Ну да, так если не глядя крупный откидывать, можно и 60 карат выкинуть, если легко. Как же наш 80-каратчик? Глядя крупный откидывать. Глядя крупный откидывать. Глядя крупный откидывать. Да нет, сейчас мы ничего не увидим. амаз если есть то они сюда на дне даже сейчас они уже успели на дно упасть это кварц так так ладно надо новое нести этот уровень тоже нет У нас алмазосодержащий пакет. 50 лет назад здесь местные жители начали добычу. В первый раз я сразу высыпал. Спина устает. Минутка перерыв. Минутка перерыва. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вроде особо ничего не делаешь Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Дедушка тоже ушел куда-то, что-то сказал на своем. Ливень продолжается, прошел где-то час, Дедуля тоже ушел, что-то сказал на своем и ушел, оставил нас наедине, я спрашивал пока тут все были, чья это земля, сказали, что владелец земли, очень хороший парень, он сказал, что кто хочет, могут добывать, то есть это не их земля, могут добывать, и опять же, иногда ему дают 10% с продажи, иногда нет, и он говорит, ну ничего страшного, все нормально, если люди зарабатывают деньги, лучше живут, я счастлив, вот такой хороший здесь владелец земли, я, кстати, не успел спросить, где он живет, в этой деревне или где-то в городе в ближайшем, начался дождь, все сбежали, поэтому мы тут одни остались, сейчас обязательно найдем стокаратный розовый Так, дождичок пошел еще сильнее, и мы сейчас сделаем вот эту, думаю сколько, уже наверное штук 20 мы отнесли, сейчас еще давайте одну сделаем, самую счастливую, и будем промывать лоток, Я хочу сказать, что, смотрите, вот, насколько люди разные, да, если бы во многих странах мира человек узнал, что у него на огороде огромное количество алмазов, да, Вот, что бы было, забор, колючая проволока под электричеством, круглосуточное наблюдение и видеокамеры, тут ничего вообще, совсем, ничего нету, типа, кто хочет копать, если хотите, дайте им 10% нет, я буду счастлив, Ну вот, приятно, что есть люди, которые еще не испорчены деньгами, но это в основном, конечно, к сожалению, деревенские люди, от городского такого, конечно, человека уже не дождаться, я даже не представляю, сколько миллионов долларов или десятка миллионов долларов стоит эта земля, это огромные деньги, но человеку неинтересно как бы, нравится, копайте, Перелик получаем все,QUE ПО, ПОЕ Е, ВСПАРОГunu, КОТЕЛЬ�, КОТЕЛЬТИБУМОНИИ вода намного теплее чем воздух реально больше 30 градусов вода 15 секунд как вы думаете сейчас найдем что-нибудь за всю мою историю один раз был в Вьетнаме помните когда я потратил свой день и мы вообще не чувствую чего не нашли там бедное месторождение было поэтому я рассчитываю здесь хотя бы что-то найти так никто не пришел у нас уже набралось много в лотке он уже половина то есть он стал тяжелым поэтому сейчас будем промывать вот это все я этого делать не умею профессионально боюсь упустить чего-нибудь но так как вообще непонятно вернуться ли не в принципе сегодня и я не знаю они нас вообще бросили или они вечером придут или их не будут до завтра видите насколько жадные люди я кстати такой впервые встречаю вообще обычно тебя глаз не спускают вот будем сейчас сами не спеша как сможем промывать чтобы батарейку всю не посадить будем сейчас включать время от времени вот нам надо сначала смыть всю глину здесь сейчас я удобнее как-то сяду вот у меня даже получается похоже на профессионала вот так вот вот и вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А то оно там слеживается и могут алмазы не упасть на самое дно, а где-то наверху остаться. Продолжение следует... Ну что, подходим к финалочке. Уже совсем мало осталось. Вот, кстати, как финалить я до конца не знаю правильно, чтобы они не выпали. Меня это волнует. По идее, они сейчас вот здесь должны быть на дне. Вот, я уперся пальцем в дно. Вот. Надо, наверное, просто, я думаю, что вот так вот перемешивать, чтобы они упали на дно. И верхушку потихоньку снимать. Я так думаю. Просто они настолько ловко это делают сюда, чтобы не успеваешь даже понять смысл движений. На самом деле, еще много. Вот то, что сейчас при обороте выскакивает, это не алмазы. Так, и мы уже совсем мало оставили материала. И у нас вот остался на дне, на самом, темный песок. Я думаю, что это какой-нибудь магнитит или магнитная порода. В общем, темный песок, он магнитится на яве. Я знаю, такие места есть. И, то есть, по сути, самый... О, сейчас Удин нам даст пару билянтик. Мне показалось, что один уже есть. А вот один и один есть. Первый. Отлично. Так. Так, не потеряется. Вот так. Вот черный песок. Все самое тяжелое здесь. Мне показалось, что еще один. Так, вот еще один. Блин, а куда положить? Пока в природный карман. В кругом все в воде. Ну, а сколько? Четыре часа работы где-то у нас. Пожалуйста. Я уже говорил. Как-то взбодрился прям. Сейчас дедушку обрадуем. Так, это кварц, к сожалению. Такие умеренно окатанные кристаллики, то есть их волокло, но недолго. У них грани подсерты, но не прям в это, в кругляшок локаточки. Так, я уже говорил так. так все за примерно 4 часа работы 3 нашли какого качества непонятно сейчас из воды уйдем будем рассматривать причаливаем пока сейчас главное не проглотить и так зернисто снимает пасмурная погода вот один желтенький один белый карата 3 где-то я думаю желтый ну тоже где-то три может два с половиной и бурый дедушка что-то говорит на своем непонятно чего мы сейчас поедем их оценим ну типа сколько нам за них дадут здесь местные скупщики и отдадим их дедушки нам-то такой ненуженая ну или может он предлагает поделить как-то я не знаю но это тоже неправильно я считаю делить ничего не будем все отдадим дедуле ну или может вот этот на память я куплю у него сейчас поговорим с ним мне нравится здесь симпатичные вот эти вот рисунки треугольнички потом еще в это в более сухом месте каком-то поснимая каждый отдельно что ребята между тем уже у нас вечер оказывается мы проколопались весь день практически и дедушка слинял в начале дождя пришел чтоб под конец что-то еще тут немножко покопался и что-то пытается нам сказать насколько я понимаю про темный говорит black и что-то еще ничего не понятно переводчик ушел там что-то типа кукушки переводчик ушел в машину от дождя тоже прятаться вот в общем подытожим люди тут не жадные ну реально не жадные вообще то есть просто бросили причем я вот когда вот эти три нашел он так подошел посмотрел даже не стал их в руки брать что-то сказал я думал сейчас кинется вырвет у меня нет вот и месторождение крайне богатая реально очень богатая не естественно никакой конкуренции с какими-либо якутскими алмазами ну здесь не пахло совершенно если один человек за день находит 13 алмаза и мы это сами подтвердили на своем опыте да представляете сколько будет находить 100 200 300 человека здесь вокруг все добывают вообще и мы у торговцев местных смотрели у них там ну не прям горсти ну по 20 по 30 хороших кристаллов у каждого есть вот соответственно вы сейчас сами видите почему алмазы они же бриллианты порно падают в цене потому что вот эти вот если нашел я предлагаю это где-то карат 4 до после огранки будет полтора то есть видите да что одна тире двух каратники находят реально тысячами а тут же на калимонтане не одно месторождение здесь их много а вон еще человек копает вот и понимаете что их добывают но реально прям очень много больше чем люди хотят купить то есть в отличие от цветных алмазов бриллиантов бесцветных добывают добыча предложение превышает спрос поэтому ежегодно они падают цене на 10-20 процентов и сейчас цена уже очень низкая я думаю что вот за этот мы сейчас попытаемся я не знаю я ничего не могу понять он хочет продавать не хочет мы делимся с ним или мы ему 10 процентов отдаем или он нам отдает или это просто все его я за любые расклады вообще совершенно более того если он захочет отдать нам половину я например не согласен мне интересно его цена здесь местная я думаю что она будет ну реально пару тысяч долларов за вот этот вот который с треугольничками соответственно вы можете понять их стоимость реальную да в магазине хороший каратник стоит вот пожалуйста мусор такая красивая у них природа все завалено мусором магазине такой стоит 6-9 тысяч долларов в зависимости от нюансов характеристик так все пока сейчас нужно переодеться где-то вся одежда мокрая а если в машину сесть мокрые в мокрых штанах можно застудить пищу если вы понимаете о чем я это вот соседний участок тоже у него дневная добыча я протер телефон свой но не так вот умеренно закатанные то есть там даже не знаю это не зоны роста не знаю как называется в алмазах я в алмазах не специалист но вот тоже у него дневной улов сегодня о треугольнички симпатичные какие обожаю вот мне бриллианты не интересно алмазы бывают очень залипательные так вот еще один у него сейчас я еще наши не смотрел который мы нашли мы с вами это вот еще один у него мелкие но это я уже офигевший конечно то есть это вот прям соседи которые соседние дома это не за день нам или все знаете что я вот вижу что они живут трясется холодно колд так это которые мы с вами нашли коричневый как называют коньячный он довольно сильно обкатанный почему-то потом желтенький у меня руки трясутся от непривычного и рабочие это физического труда мы же это городские непривычные этому тоже холодно вот это желтенький он сейчас не кажется желтым на все положить на белую бумагу он будет прям желтый хорошенький такой прям мне кажется что он чистый довольно так и вот который мне понравился я хотя бы может его как сувенир забрать купить не забрать не бесплатно забрать конечно это вот этот бесцветный ну кстати они называют белыми тоже на них не хватает у меня на уроках запрещено вообще если я скажу белый бриллиант или белый сапфир все мне сразу прилетает запрещенные словосочетание вот они то не знают хорошенький прям сейчас когда мы доберемся до кого-то кто понимает по-английски они трясутся от холода и на нас смотрят смеются нам не холодно да очень хороший так вот вместе нашел в примерно за четыре часа работы коричневый желтый и бесцветный так тоже мне показывают огран и вот чтобы вы понимали цены хорошенький белый 1 и 7 карата с меня как с этой белой обезьяны с меня просят две с половиной тысячи это я зашел под навес желтый вот навес желтый поэтому под ним все кажется желтым две с половиной тысячи долларов 1 и 7 каратов хороший белый цвет который на бумажке выглядит белым ну вот собственно я думаю что реально он стоит где-то 1600 полторы то есть меня довольно сильно накидывают уже иностранец если тут с ними немножко потусить подружиться купить штучек 10-20 то цены начнут давать нормальные ну вот реальная стоимость биллиантов чтобы вы понимали да и и ну вот например такой со включениями он там видно хорошо включение кристаллик он полтора карата весит сейчас 400 долларов стоит это это накидывают довольно сильно я думаю из того что иностранец реально цена я думаю долларов 200 у него должна быть не больше тут чуть покрупнее материал ну есть симпатичные прям треугольнички приятные насколько понимаю здесь довольно чистые идут они то есть трещиноватых мало совсем ну и вот помельче довольно довольно много ну и вот ну и вот и чтобы понимали это с одного с одной маленькой деревеньки несколько мужичков просто пришли соседи так вот то есть это не какая-то скупка с целого региона или района это говорит о чем что добыча очень-очень богатая здесь так цены но вот такой 3.7 карата 3.73 карата цвет мы предполагаем что будет ай по сертификату 0 довольно чистый то есть лук клин лупу не видно включений вот за такой хотят 5000 долларов я думаю что реально если с ними пообщаться то где-то четыре три с половиной он будет стоить не больше итак итак Из-за дождя температура упала градусов до 30, наверное, температура воздуха, и местные реально все начали трястись, разбегаться по домам, и мы ничего вообще не смогли узнать, то есть мы пошли с этим дедулей до деревни, он там стал показывать на дом, что-то говорить, он вообще ни слова не понимает по-английски, водителя не было нашего, нигде, водитель так себе немного говорит, да. Ну, примерно, как я, на таком же уровне младшего класса, вот, и мы ему просто отдали камни, он ушел к себе домой, или, ну, в какой-то дом, в общем, он пошел, что он нам пытался объяснить, я так и не узнал, к сожалению, и мы пошли-пошли дальше-дальше, я примерно помню, где стоит машина, и там уже вышли мы к водителю, к машине, я спросил, может ли ты этому деду позвонить, чтобы узнать, что он нам пытался сказать, он сказал, у меня нет его номера, если хотите, я пойду схожу к нему домой, я сказал, что не надо, ладно, поехали. Итак, вывод какой? Ну, видите, да, 1,7 карат, мне предлагали за 2,5 тысячи, реально он стоит, где-то, наверное, полторы тысячи шестьсот, соответственно, каратник будет где-то 600-800 стоит, цены один в один бьются с африканскими ценами, и, напоминаю, я уже был на добыче в Танзании, и там цены вот прям практически соточка в соточку вообще долларов, да, напоминаю, там каратник хороший стоил где-то 600-700 американских денег, ну, вот, собственно, такая ситуация, то есть, накручивают, пока он отсюда добирается до магазина, цена накручивается больше, чем в 10 раз, и почему нету человека, я спрашиваю, насколько часто здесь бывают европейцы, они говорят, что крайне редко, ситуация в чем, что если ты залетный какой-то, да, ну, вот, как я сейчас, да, тебе дают, естественно, цену, там, двойную, тройную, но если сюда приехать, снять домик, с ними пообщаться, походить по гостям, потусить, ну, где-то полгодика, я так думаю, это мое предположение, может быть, быстрее. А купить у них, там, штучек 10, 20, 30, то есть, понимаете, если 1,7 карат купить здесь за 2,5 даже, ну, хорошо, давайте за 2, тебе уступят за 2, да, и даже если ты иностранец, типа, дурачок по их версии, ну, за 10 его оторвут с руками, потому что реально 1,7 хорошего цвета стоит под 20 тысяч, да, ну, давайте берем 15, то есть, это уже сейчас хороший бизнес, вот так делать. Даже, я не говорю про Россию, там, как бы, сложность с налогами, с лицензиями, со всем остальным, даже до Таиланда их довозить и там сбывать, даже по 10, это уже хороший бизнес, вот вам, пожалуйста, бесплатно дарю бизнес-идею. Я не хочу этим заниматься, почему? Потому что продавать одинаковые белые кружочки и квадратики, или бесцветные, как правильно говорить, это не то, о чем я мечтал, это не приключение и не что-то красивое, великолепное. Цветные здесь попадаются, но крайне редко, то есть, я напоминаю, я здесь второй раз, и мне рассказывают, что вот, месяц назад добыли зеленый или розовый. Сегодня мне показывали розовые, три, но они были очень мелкие, и человек не разрешил снимать. Ну, ясное дело, что они стоят очень дорого, поэтому страшно, да, сейчас я сниму, покажу кому-нибудь, скажу, а вот я у дяди Коли, видео у дяди Коли грохнут, например, ну, по крайней мере, он так думает. Так-то здесь выглядит все очень безопасно. То есть, ну, получается, если все обобщить, видите, они все и мало кто кому чего рассказывает, тоже все боятся, то штучек 5-6 в месяц цветных, цветные я не имею в виду, желтые и конечные, нет, я имею в виду, голубые, зеленые, розовые, вот, их находят здесь в месяц, это много, то есть, можно считать, что здесь стать бы стабильная добыча цветных алмазов, и их можно купить. Мне сказали, что если я сдержу здесь на пару дней, то мне покажут, у кого-то есть голубенькие, у кого-то есть розовенькие, что-то такое. Я пока не знаю, хочу ли я задерживаться, потому что, ну, заниматься этим постоянно, я повторяюсь, у меня желаний нет, да, он такой, они слишком все одинаковые, друг на друга похожи, как приключение, да, интересно, и как наглядное пособие вам, сколько на самом деле стоят бриллианты, которые в магазине все покупают, и почему они падают в цене, тоже понятно, что цена падает. Опять же, смотрите, за последние несколько лет стоимость довольно серьезно упала, процентов на 30-40, это значит, что где я был в Африке, в Танзании копал, там уже они не 600 долларов стоят за карат, а дешевле, я думаю, долларов 400, наверное, потому что, естественно, цена там тоже должна была подкупать, или, может быть, цена вот на месте добычи более-менее стабильная, а цена вот эта вот цепочка перекупщиков, да, может быть, она падает где-то там, из-за высокой конкуренции, потому что, ну, видите, что их слишком дофига, их очень много. Так, вроде все пока, едем домой.